Это мой младший брат Джордж, это мама свинка, а вот папа свинка, свинка Пеппа, и Кота. Пеппа, Джордж, мама и папа завтракают. Сегодня чудный солнечный день, и Пеппа с Джорджем не терпится пойти играть на улицу. Мама, можно нам пойти на улицу? Пойдете гулять, когда позавтракаете. Джордж, ты ешь слишком быстро. Джордж слишком быстро выпил сок, и теперь у него и Кота. Теперь нам можно на улицу? Когда Джордж закончит икать. У Джорджа уже все прошло. Правда ведь, Джордж? Ну ладно, идите гулять. Только приглядывай за Джорджем. Пеппа и Джордж любят играть в саду. Джордж, я брошу тебе мячик, а ты должен его поймать. Джордж, ну хватит икать. Джордж! Теперь ты бросай мяч, а я буду ловить. Джордж! Ой-ой-ой, и Кота испортила всю игру. Джордж, я знаю, как лечить и Коту. Делай то, что я скажу. Почеши макушку и потри живот. Так, вот икота и прошла. Кажется, средство Пеппы не подействовало. Джордж, ты все сделал не так. Я знаю другой способ лечить икоту. Вначале подпрыгни на одной ножке три раза. Теперь помаши руками и покажи мне свой язык. А теперь закрой глаза и быстро повернись три раза. Похоже, этот способ тоже не действует. Джордж все еще икает. Я знаю, чтобы вылечить икоту, нужно чего-нибудь испугаться. Джордж, я тебя напугаю, но ты не бойся. Это только игра, чтобы ты больше не икал. Запомни, это только понарошку. Котта, ты не должна так пугать Джорджа. Он же маленький. Прости, мама. Я просто хотела вылечить его икоту. Джордж больше не икает. А вот и папа-свин. Он несет два стакана сока. Джордж, если ты будешь торопиться, то опять начнешь икать. Я не такая маленькая. Мне можно пить сок быстро. А вот и папа-свин. А-а-а-а-а-а-а! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Детский сад Пеппа и Джордж едут в детский сад. Джордж еще никогда там не был. Джордж, а тебе хочется в детский сад? Папа, скажи, а Джордж не слишком мал для моей группы? Не волнуйся, Пеппа, ведь динозаврик и ты составите ему компанию. Хе-хе, динозавр. Но я хочу играть с большими, а не с Джорджем и его динозавром. Вот как. Пеппа не хочет, чтобы Джордж ходил в ее группу. Приехали. Папа, Джордж точно не слишком мал. Не волнуйся. Ладно, пусть идет. Хе-хе-хе, пока. Мадам Газели присматривает за детьми в садике. Привет. Это мой младший брат Джордж. Хе-хе-хе. Здравствуй, Джордж. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. Вот вы и мне, братика, как Джордж. Правда? Привет. Я Дэнни, щенок. Это динозавр? Он же не настоящий. А-а-а, динозавр. Здорово. Динозавр. А-а-а-а. Хе-хе-хе. Динозавр. А-а-а. О-о-о, очень страшно. Хе-хе-хе. Это здорово. Джордж, мой братик. С ним здорово. Пеппа гордится своим... ...воим младшим братом. Хе-хе-хе-хе-хе. Давайте покажем Джорджу, как мы рисуем. Джордж не очень хорошо рисует. Может быть, ты ему поможешь? Да, это я могу. Я покажу ему, как рисовать цветок. Джордж, сегодня я научу тебя рисовать цветок. Сначала большой кружок. Нет, Джордж, не того цвета. А теперь нарисуем лепестки. Джордж! Не такой формы. Теперь рисуем стебель и листья. Вот так. Джордж, у тебя всё не так. А, ну что тут у нас? Я нарисовала цветок. Очень хорошо, Пеппа. А Джордж нарисовал динозавра. Динозавр. Хе-хе-хе-хе-хе. Здорово. Пожалуй, мы повесим рисунки Джорджа и Пеппы на стенку. Ура! Хе-хе-хе-хе. Пеппа, ты должна гордиться своим братиком. Я горжусь. Ну как тут? Пора домой. Родители пришли забрать детей. Можно, Джордж, ещё придёт? Да. И нарисует нам ещё одну картинку. Что ты нам нарисуешь, Джордж? Динозавр. Ещё одного динозавра. Может, ты научишь нас рисовать динозавров? Здорово. Да, здорово. Здорово. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Для тайных вещей. А что мне туда класть, мама? Хе-хе-хе. Это ты решишь сама, Пеппа. Это же твоя коробка. Я знаю, что в неё положить. Нет, только не говори. Не скажу ни тебе, ни Джорджу, ни папе. Это тайна. Джордж, видишь эту коробку? Там пусто. Мне нужно найти, что в неё положить. Хе-хе-хе-хе-хе. Джордж хочет помочь Пеппе. Нет, Джордж. Только я должна знать, что в ней. Подожди за дверью, пока я решу. Хе-хе-хе-хе. Пеппа должна найти тайные вещи для своей тайной коробки. Хе-хе-хе-хе. Коробка больше не пустая. Джордж, не заглядывай в неё. Джорджу хочется узнать, что лежит в тайной коробке. Если хочешь, попробуй угадать. Динозавр! Джордж думает, что Пеппа положила внутрь динозавра. Ой, Джордж, ты всегда говоришь динозавр про всё, про всё. Динозавр всё равно туда не поместился бы. Джордж никак не угадает, что лежит в коробке. Папа-свин чистит картину. Папа, это тайная коробка. Её сделала мама. Это здорово, Пеппа. Что внутри? Это тайна. Джордж угадывал, но не догадался. Можно мне тоже? Да. Может быть, там мои очки? Нет. Твои очки у тебя на носу. И правда. Глупенький. Попробуй ещё раз. Ладно. Может быть, там мамины туфли? Нет. Всё равно ты не угадал. Пеппа любит тайны. Мама, никто не знает, что в коробке. Ой, что это у Джорджа? Это коробка Джорджа. И он что-то в неё положил. И только Джордж знает, что внутри. Пеппе хочется знать, что же в коробке Джорджа? Там, наверное, динозавр Джорджа. Нет. В коробке спрятан не динозавр Джорджа. Так слишком трудно. Я не знаю. Пеппе не так уж сильно нравятся тайны. Может, ты покажешь Джорджу свою тайную вещь, а Джордж покажет тебе свою. Ладно. Но только одновременно. Хорошая идея. На счёт три показывайте, что в коробках. Готовы? Да. Раз, два, три. У Джорджа барабан, а у Пеппы труба. Ого, замечательно. Да, чудесные звуки. У вас ещё есть тайные вещи? У Джорджа сахарный пончик. А в коробке Пеппы пусто. У меня ничего нет. Зато у меня есть. Ну-ка, налетай. Джордж, Пеппа, мама, свинка и папа-свин любят сахарные пончики. У меня нет коробки, но я знаю, куда можно спрятать мой пончик. Угадай, куда? Ты хочешь спрятать его в карман? Нет, совсем в другое место. В живот. Ммм, объедение. Хе-хе-хе-хе, я тоже спрячу свой пончик в живот. И я. Хе-хе-хе-хе.